Доброй воли Гости этого проекта где и как могут поддерживать Украину в ее героической борьбе против российской агрессии. И сегодня я с радостью представляю нашего гостя. Это французский филолог-славист, литературовед, писатель, переводчик Жорж Нева. Жорж Нева, французский историк литературы, словист, родился в 1935 году во французском городе Клэрмон-Фэран. Учился в высшей нормальной школе в Париже, стажировался в МГУ, несколько лет прожил в России. Исследователь русской культуры и литературы, профессор Женевского университета, академик Европейской академии, почетный доктор Киево-Могилянской академии, автор трактатов, эссея и статей о русской литературе, писатель и переводчик. Перевел Александра Солженицына, Иосифа Бродского, Андрея Белого. Вдохновился украинским поэтом Василием Стусом и выучил украинский язык, а также перевел его поэзию на французский. Лауреат швейцарского фонда Лейнардс в области культуры 2022 года. Лауреат Ордена Почетного Легиона. Жорж, я вас приветствую, рад вас видеть. Здравствуйте, я тоже рад. Вы знаете, готовясь к разговору с вами, я прочитал очень интересную мысль богослова, историка церкви Кирилла Говоруна. Он отметил, что сейчас события в России, когда активно дискутируют судьбу Троицы Рублева, и она таким образом тоже вошла в контекст политики. И получается, пишет отец Кирилл, что от Достоевского, Толстого, Пушкина и до Рублева весь спектр русской культуры, даже такой аполитичный художник, как Рублев, оказался вовлечен в то, что сейчас происходит, мобилизован, если угодно, военным языком. Вы, Жорж, всю свою жизнь занимаетесь изучением русской культуры, русской литературы, русского культурного пространства. Как вы воспринимаете вот эту мобилизацию, когда все от иконы Рублева до медного всадника Пушкина становится политикой и становится войной? Я это принимаю как культурную катастрофу. В том смысле, что я не вижу, куда направляется Россия, которую я знал, любил в лице Пушкина-Чучева, но и не только Карамзина, Солженицына, и прежде всего Андрея Белого, Бориса Пастернака, и Александра Солженицына. Это три троица моих любимых вместе с Мандельштамом. А вот это погружение примитивизма в какой-то мрак, эксплуатация религий в национальном узком круге, что для меня, по-твоему, решит, между прочим, о христианстве, это тревожит. Это как бы разрушение какой-то в целом моей жизни, и не только моей. Вы знаете, я очень люблю, например, Короленко, хотя это, скажем, второстепенный автор для широкой публики, но Короленко – это образец вот этой интеллигенции русской, которая боролась за своего народа, за культуру своего народа, за честность и честные отношения между народом и царем, и властью в Сибири. Он продолжал посвящать народ. А вот что из этого сейчас, я не знаю. Но я уверен, что когда-нибудь Россия Короленко вернется. Вот знаете, сейчас очень модно, еще до завершения трагедии войны, до победы украинской, модно судить культуру уже сейчас. Это очень сложно сделать в моменте. Но вот мне интересно было у вас спросить, зашифрована ли агрессия в русской культуре? Спрятана ли она где-то там? Откуда это все сейчас вышло? Или мы имеем дело с каким-то другим источником? Это не культура, откуда вышли эти демоны войны, жестокости, агрессии, ненависти? Вы знаете, война зашифрована во всех культурах, во всех народах, во всех традициях. И можно даже сказать, что культура связана с войной, то есть со смертью и с насилием. Что Ильиада, и все эпопеи, все эпосы народные, они связаны с войной. На шансон до Оланды, в нашей французской истории, целевековой, это история поражения. И эпос родился вместе с поражением. То есть поражение породили эпосы. Потому что человек хочет понять, почему так случилось, почему мои воины погибли, почему я сам погибну через минуту. Так что эта связь очень тесная. В русской культуре, я бы не сказал, что она особенно связана с агрессией, больше, чем другие, скажем, культуры. Она одним отличается, что не вмешивайтесь в наши дела. Вот «Кривотникам России» Александра Пушкина, это все-таки какой-то странный пятно на творчестве Пушкина. Потому что он это пишет во время восстания польского, во время подавления, жестокого подавления польского восстания. Если бы это было написано в другое время, можно было бы не обращать внимания. А в это время это имеет смысл. что все, что пишут, делают русские художники, в лесах, сейчас имеет особое значение из-за войны в России. И, конечно, больше в Украине, когда в Украине я понимаю, что довольно трудно, так сказать, заниматься культурой, хотя я удивлен, например, тем, что публикует из адского духа и литера, из украинской философии, мысли иностранной. То есть продолжается ввоз иностранного наследия в украинскую культуру. Да, мы говорили как раз с Константином Сеговым неделю назад, и он мне подарил книжку «Василь Стус, переведенный вами», переведенный на французский язык, это билингва, издание двуязычное. Тут стихи Стуса и ваш французский перевод. В этой связи я хотел немножко о Стусе с вами поговорить. Во-первых, как так получилось, что вы, человек, который написали десятки книг о русской литературе, взялись переводить украинского поэта, и не просто поэта, а поэта-символа? Это началось до вторжения России в Украине, то есть это не связано с этой войной. Это началось чуть раньше, ну, чуть-чуть, 10 лет назад. Он захватил меня. Я не знал украинского языка. Я до сих пор не знаю украинского языка для обиходного их жизни. Я знаю язык Стуса. А это весьма особенный язык. Если я в Киеве, я не говорю по-украински, тем более, что все понимают по-русски. Я ответил мне на русском языке. Он захватил чем-то, ну, вы знаете, приблизительно как Осип Мандельштама. То есть это поэт на краю пропасти. Это поэт, который подвергся страшному ожогу. Он как раненый поэт. А раненые поэты, они всегда, так сказать, нас захватывают, как-то держат нас в своих тишках. Я имею в виду, ну, давнего французского поэта Вильона, которого Вильона повесили, он был разбойник. Ну, он жил на краю вот смерти и гибели и оставил потрясающие, мало, но потрясающие французские поэты. Байрон тоже. Конечно, Мандельштам и его воронежские тетради в особенности. И вот стуз. Я теперь более-менее читал всего его, но с большим трудом. Вы знаете, вначале я читал его как во время он, когда я был моложе, я читал латинскую поэзию, древнегреческую поэзию, ну, вот, с нашим древнегреческого, я все забыл, но латинскую, проперция и так далее, курация. То есть, читаю его с трудом, но этот труд тоже помогает понять, что такое поэзия в самом деле. Почему эта цепь слов поэтическая содержит некоторую тайный смысл, в которой нет в прозе, потому что проза – это так огромные поля, это огромные просторы, а поэзию все виды, иногда очень короткие. Между прочим, Василий Студкич, это в основном только очень короткие стихотворения, его поэмы – это максимум четыре страницы. Вы знаете, со временем я понял, что он европейский поэт. Он, конечно, украинский поэт, он олицетворение, он второй национальный украинский поэт, но он уже европейский поэт. И что меня поразило, по мере того, как я вникал в его тайну, его поэзии, это что он европейский поэт, даже в сизол в глубине ГУЛАГа, на Колырьме, 6 тысяч километров верст от Украины, он помнит Украину, он слышит Украину, а вот это припоминание, этот процесс вспоминания, который у него так сильно чувствуется, потому что слово воспоминание повторяется много раз, и вот он философ, в том смысле, что эти кучки прошлого и прошлой Украины, и запах, и красота, сад его, родители, веранда, встречи с виной, пляж на островах Киеве и так далее, все это становится кристаллом, какие-то куски, которые содержат его счастливое прошлое, Украину, потерянную, которую он любит, олицетворяет, иногда ненавидит, потому что она забывает про него, а его уверенность, что он один, например, на своем карсере олицетворяет настоящую Украину, это потрясающе, я ни у одного другого поэта такого не видел, потому что это убеждение не искусственное, это не какой-то поэтический, как их есть миллионы, нет, он абсолютно уверенно, и это чушится в его стихотворении. Ну, по крайней мере, свою лепту я внес, я несколько экземпляров вашей книги уже отправил во Францию моим родственникам, для того, чтобы они немножко узнали, кто такой Василь Стус. Я хочу вот какой еще один вопрос, с ним связанный, но это будет мостик к другому сидельцу, к другому литератору, великому литератору с лагерным опытом. Лагерный опыт у многих в Советском Союзе был, и все вышли из него по-разному, Стус не вышел. Вы очень любите Солженицына. В чем они разные, эти опыты Василя Стуса и Александра Солженицына, по переживанию лагерного опыта, в чем они разные? Солженицын, понимаете, не поэт, то есть он поэт, про Зайк, может быть, про этого, его архива была, где куски чистой поэзи, сам он сказал, что он любит очень краткие формы. Крохотки его любили. Но на самом деле он пользовался огромными формами, так что эти крохотки, они как это исключение до шепелаги «Красного колеса» и посты. Поэзия в нем один из существенных элементов, но это лишь как, знаете, помогательный способ для прозы и для этого огромного его проекта, то есть катастрофа революции. «Красное колесо» это почему так случилось? Можно сравнить Туса с Мамовым, поскольку у Туса колымский пейзаж просто прекрасный. Это я думаю, что он породил новый пейзаж в европейской поэзии. Это пейзаж такой бедный, плоский, где маленькие такие карлики, деревья, и где есть внезапно изумительное летос, которое длится несколько недель, но где солнце становится титаном огромным и занимает почти все небо. Вот это колымский пейзаж, который на самом деле близок некоторым пейзажам у Данте, потому что Туз знал Данте, читал божественную комедию и остальные произведения Данте, я думаю, в русских переводах того времени, которые были хорошими. и вот этот спуск инферно Данте с помощью Вергилия, это одна из главнейших тем европейской поэзии, это тема Ильяда, Десея, Энеиды, и шестая песня Энеиды, и Александр Солжен тоже прибегается к этой Дантовской теме, то есть мы спускаемся вместе с Иваном Денисовичем, и Денисович заменяет Вергилию, не Вергилию, а маленький такой, ничего не знающий, кроме самого существенного, то есть человек должен остаться человеком, и не стать вегем, не стать николем, вот это чувствуется у труса, но, конечно, это в этих, вы знаете, маленьких жемчужинах его поэзии, но чувствуется и погружение во тьму, и спуск в инферно, даже некоторые его места в инферно, в особенности страшный подсвет или осужденные завезли, они во льду, и только все, и голова торчат изо льда, вот это чувствуется у него, что торчит изо льда, когда человек погибает или пытается спасти, это инферно в Турске, мне кажется, такой же грандиозный, как и у Данты, и у Солченицына, хотя он содержится в некоторых сотнях стихотворений. Скажите, вот война, мы вспоминали войну, вы говорили о том, что она зашифрована во всех так или иначе культурах, но есть у нее свойства войны, что после нее культура начинает реагировать, осознавать, что это была война, да, и ответом на войну были великие романы Толстого, и литература европейская, и 20 века, и российская поэзия. Что может эта война дать украинской культуре и европейской культуре? Я абсолютно не знаю, невозможно, что сейчас для ящика пишутся в великолепии в Украине. Возможно, что где-то в Сибири, в России кто-то пишет тоже эквивалент Василия Кроссмана «Жизнь и судьба». Потому что «Жизнь и судьба» для меня тоже одна из величайших книг 20 века больше чем. Я не говорю только о русской литературе. Некоторые сцены жизни и судьбы остаются в памяти, вы знаете, ну, как тот момент, когда обернулся и потерял свою жену и виклину. Так что мы не знаем, потому что нельзя сказать, что обстоятельства самые страшные автоматически порождают какие-то произведения искусства. Так доказано, что это не так. Потому что тут, несмотря на все марксистские интерпретации и структуралистские формалистские интерпретации, тут играет роль личность, воля, божий дар. А вот этот божий дар тут ощущает в себе иногда он даже в некоторых разхотворениях он почти проклинает этот божий дар, потому что этот божий дар, то есть дар поэзии, решайте ему жить. Вместо того, чтобы жить, вместо того, чтобы идти на какой-то компромисс обеющей советской власти, как делали это другие, это было возможно, но не до него. Из-за совести, конечно, но из-за поэзии. Потому что, ну, например, если бы он не узнал ГУЛАГ, кем он бы стал? Не знаю, можно сказать, он стал собой очень одаренным, приятным, дирекатным поэтом, как его первые спорники пишут о тваре. Или мы можем сказать, его бы не было. Тоже можно сказать, о Солженицине, тоже можно сказать, о Шаламе, о некоторых храмах. Я думаю, нам Адальштама нельзя. Потому что Адальштам у него есть такой сдохный взгляд на всю с самого начала. И без этого опыта, без жуткого опыта. Да. Так что я не могу ответить на ваш вопрос, но я думаю, что конечно где-то есть люди, которые имеют этот божий дар, которым Бог даст, дает, или может быть завтра даст, возможно, все это претворить постительное такое новые страницы литературы, новые полотна живописи. Мне очень интересно, как сейчас меняются традиционные связи Франции и России. Вы, как проводник, человек, соединявший эти две культуры много десятилетий, вкладываетесь в эту гигантскую, имеющую столетние корни связь. Что сейчас с этим происходит? Происходит ли осознание трагедии, катастрофы того, что творит российский режим? Происходит ли замена вместо русской культуры увлеченности ей? Приходит ли украинская, восточно-европейская шире? Как с этим? Очень интересно. Все происходит. Есть люди, которые говорят, надо спасти русскую литературу, она страдает от агрессивности своей страны и так далее. Для меня культура не страдает, не может страдать, пока один человек считает одну страницу. Не обязательно огромные тиражи обозначают значение одного поэта. Если молодой человек сегодня считает, например, одну песню Ильяду, и потрясено поэтикой жестокости, насилия, которые мы находим в Ильяде, то, что происходит с лектором, гнец Ахиллеса и так далее, бывает чудо. То есть Гомель жив для этого молодого читателя. так что я не беспокоюсь о судьбе Франции Евангелии, где бы то ни было, Толстого, Достоевского, Тючева или Кушкина, никак. Я с упорщенно продолжаю читать два Толстого даже вокруг меня. Молодые люди и удивляются, потому что я их убежал, читайте, вот это, попускайте те места, которые вам скучны, и читайте. И вдруг происходит чудо. То есть они понимают, что Лев Пиклавич толстой умел дать поэтическим образом охватить всю жизнь, объяснить нам жизнь и смерть. Смеш играет большую роль, поражение играет большую роль, всякие во всех эпопеях. Я лично думаю, что надо сделать паузу в наших отношениях. Некоторые паузы иногда нужны. Надо я тоже свою маленькую лепту вот этой книгой о Турции и будущей книгой, потому что сейчас я готовлю большую книгу для порошкового издательства «Фаяр». Я уже перевел больше трехсот петельских отворений, письма жене, письма матери. Это не легко переводить эти письма в ашовинский. Надо дать знать, так же, как и надо дать знать другие предыдущие поэты украинские. украинская культура не возникает сегодня, а она уже долгое время была, хотя бы со времен сковороды. Еще впрочем, о сковороде я узнал давным-давно, когда я увлекался очень Андреем Белым, переводил, писал о нем, переводил его Петербург, «А вы знаете последнее слово Петербурга? Сын сенатора сумасошел от воображаемого убийства своего отца?» И он читает «Сковороду». И я думаю, причем что это такое «Сковорода»? Ну, начал читать советские издания «Сковорода», и понял, что Андрей Белый считает, что это лечитель, что он может лечить все наши раны каким-то бесценным тоном его творчества. В Европе вы должны знать не одну культуру. Вы знаете, в обществе читателей Женеви это общество было основано в начале 19 века, в Швейцарии общество от всего это длится гораздо больше, чем в других странах. воин нет и революции как французская нет. Там написано, что ненавижу читателя одной книги. Надо читать много книг. книги. есть какая-то доля анкитерикализма. Одной книги это Библия. А Библия это несколько книг. Это огромное сомбрание книги. Но можно сказать, что в этом смысле немножко саркастическом ненавижу человека одной культуры. Я даже думаю, что одного языка. не хочу, чтобы все стали все языки Европы. Это невозможно. И поэтому можно действительно сказать, что перевод это язык Европы. Мы Европой насколько мы переводим и читаем переводит эпос литовский, эпические поэмы сербский, качубинского. Вот. Так что конечно из этого арборетту европейского мы должны знать несколько пород деревьев. Не остаться при дубах или кленах или так. Или березка. Или только с березкой. Или березка, березка и тополя. Это особенно трудно, потому что когда тополя женского рода, по-французски мужского рода, по-русски мужского рода, переводить туса, я испытывал некоторые как бы нерешимые трудности, но все решимо. потому что если любишь и понимаешь это надо войти, знаете, я вам должен признаться, я писал довольно много главным образом притикой литературной, некоторые рассказы никогда что это я бросил в корзину, стихотворение все это я бросил в корзину, то есть я чувствовал, что это смешно, и выдавая себя на общий смех, не может говорить. И вдруг в процессе переводов туса я чувствую, что я становлюсь поэтом. то есть что через него благодарим ради него и для него, но тем не менее отдельным от него в этом. За что я ему очень благодарен. Это как раз тот самый дар, о котором вы говорили. Спасибо вам, Жорж, этот разговор с вами можно долго вести. Я надеюсь, мы еще поговорим. А пока я вам очень благодарен и за эту беседу, и обязательно в наших зрителей призываю найти эту книгу. Если у вас есть франкоговорящие друзья, родственники, это тоже помощь, это тоже поддержка Украины распространять украинскую культуру в замечательном переводе Жоржа Нева. Спасибо, Жорж, всего вам доброго. Спасибо большое. Это был словист, филолог, литературовед, переводчик и писатель Жорж Нева. Оставьте под этим видео ваши комментарии, поделитесь своими мыслями по итогам нашего интервью, поделитесь этим видео и обязательно подпишитесь на YouTube канал Freedom. Это был Сакен Имурзаев, до встречи через неделю, берегите друг друга и берегите Украину. Сакен до встречи Сакен Имурзаев, до встречи Украину. Редактор субтитров Корректор А.